Восточную часть Абхазии, в частности в Куарчалский район, инвестиции идут очень вяло. Это место, несмотря на свою природную уникальность, сегодня, попросту говоря, растаивает. Данной теме посвящен первый выпуск нашей программы «Куда мы идем?». Аиля Сергеевна, мы идем по улице, ремонт, который очень бурно обсуждался на разных интернет-форумах. Говорили, что кедры нельзя спиливать, они занесены в Красную книгу. В итоге ремонт сделан, вы довольны результатом? Я всегда в течение того года бурного обсуждения этой темы, я всегда говорила своим оппонентам. Давайте дождемся конечного результата данного проекта. Ну вот он результат. Люди в основном довольны. Я не знаю, что думают сейчас те, которые были против, но в основном выходцы из Куарчала, которые часто приезжают сюда, и вообще гости, которые когда-то побывали на этой улице и видят сейчас, они очень довольны, и отзывы тоже хорошие. Вопрос такой, куда делись кедры, которые здесь росли? Потому что некоторые говорят, что вы себе забрали, продали. Вот ты хочешь тоже... Сейчас расскажу. Да, эта тема, конечно, многих волнует. Но чтобы срубить эти кедры, нужны были, естественно, средства. Этих средств у нас в бюджете не было. Изначально нами было сказано, что мы будем заключать договор с заготовителем, который за счет своих средств уберет эти кедры. Мы заключили договор с председателем ассоциации инвалидов Куарчалского района. Они за счет своих средств убрали эти кедры. Согласно этого договора, 15 кубических метров готового материала они отдают нам на нужды города. Сейчас 10 кубических метров мы уже забрали. Стройфирма у нас покупает. За один кубический метр они нам дают 10 тысяч рублей. Они зачисляют на наш расчетный счет. Я это подробно говорю, чтобы люди знали, куда эти деньги пойдут. И эти деньги пойдут на нужды города. Оставшиеся 5 кубометров мы складируем. И также будем использовать на нужды города. Это там лавочки, стадион привести в порядок. Мало ли что. Ну, кому интересно, я могу продемонстрировать этот договор, где у нас еще четко расписано все в соответствии с законом. Вот если говорить о бюджете района, какой он устраивает ли он вас? И вообще устраивает ли вас о том, то, как происходит распределение средств по районам? Ну, бюджет, конечно, не может нас устраивать. Бюджет у нас уже много лет является дотационным. И этот год не исключение. 120 миллионов мы получаем в качестве дотации. С республиканского бюджета. 38 миллионов – это наш собственный бюджет, который, к сожалению, мы тоже выполнить не можем. И скажу почему. Откварчал уголь, который пополнял наш бюджет, сегодня практически не работает. Строительная фирма тоже не на полную мощь, нет заказов. Это два предприятия, которые пополняют наш бюджет и, к сожалению, сегодня не работают. И, скорее всего, бюджет этого года нами не будет выполнен. Изначально на что тратится бюджет? В первую очередь это на выплату заработной платы, но эти средства мы получаем из республиканского бюджета. работникам бюджетной сферы. Выплачивается заработная плата. Те деньги, которые мы собираем уже в местном, так называемый, местный бюджет, расходуются на оплату за услуги и за потребленную электроэнергию бюджетных организаций. Также мы содержим три школьных автобуса. Содержим автобус, курсирующий на Джантуху, Полянну, так называемую верхнюю зону. Это всевозможные мероприятия, это спортивные мероприятия, в которых принимают участие наши дети. Часто приходится выезжать, приглашают их на всевозможные соревнования. Мы это все оплачиваем с местного бюджета. Также содержание, санитарная очистка города, также за счет средств местного бюджета. Также за счет республиканского бюджета в этом году у нас будет запущен детский сад, это на нижней площадке, который недостроен, там осталось немного работ. И закупить мебель, оборудование, на что уже правительство выделяет деньги, мы заказали мебель, так что 1 сентября, я уже могу с уверенностью сказать, что наши детишки уже пойдут в новый детский сад. Также за счет республиканского бюджета планируется отреставрировать рынок. У нас очень редкий рынок, после последнего урагана там вообще невозможно было зайти. Но вообще в рабочем состоянии там сейчас? Да, в рабочем, в неделю три раза у нас, как рыночные дни. Но я думаю, что до конца лета рынок уже будет приведен в порядок. Но вообще в перспективе видится увеличение? Хоть на какую-то сумму, чтобы вам хватало? В ближайшей перспективе, наверное, без помощи республиканского бюджета вряд ли нам своими собственными силами сможем содержать город. Потому что бюджет пополняется за счет доходов местных предприятий. А местные предприятия, к сожалению, у нас пока что не работают. Но в перспективе мы надеемся на то, что к нам придут инвесторы по добыче угля. Есть уже донецкие угольщики, которые заинтересовались нашим углом, исследовали, им понравился наш уголь. Также Туарчалуголь, который занимается, и сейчас тоже, конечно, не в том количестве, они тоже подписали соглашение с инвесторами, которые тоже будут вкладывать. Но говорить с уверенностью, что все это произойдет, конечно же, пока рановато. Вот прошло уже более 20 лет, а такие поселки, как Акармара, Джантуха, Пятая Шахта, поселок находится в очень плачевном состоянии. Пятиэтажный дом, и в нем живет одна семья. Вообще какие-то планы по этому месту были, есть? Что вообще будет в дальнейшем с этим местом? К сожалению, сейчас трудно сказать, что будет здесь. Но я оптимист, не устаю быть оптимистом. И надеюсь и верю в то, что здесь жизнь возродится. Некогда в довоенный период, в так называемый верхний зоник, входит несколько поселков, здесь кипела жизнь. Здесь было очень много людей, которые работали, и одновременно после работы могли отдыхать. И здесь было очень много культурных центров, где люди могли прийти и отдохнуть. К сожалению, всего не имеем то, что мы имеем. Это уникальные места, это природа, это наши водопады, озера, это те же бальнеологические источники. Здесь необходимо возрождать туризм. Уже не было желающих инвесторов? Были желающие, да, приезжали, были желающие, много раз приезжали, приезжал инвестор из Индии, Сингх, который планировал открыть шахты тем же подземным способом, как это было в советские времена. А новые не восстановить, а новые, да? Нет, восстановить, восстановить подземным способом. Почему я говорю подземным способом? Сейчас это у нас делается открытым способом. Это разные вещи. И тогда же с прежним руководством района было подписано соглашение, где планировалось эти поселки восстановить и дома, и построить и гостиницы, и дорогу, естественно, и воссоздать инфраструктуру. Но, к сожалению, не знаю, по какой причине, но этого не случилось. Опять-таки хочу сказать, что инвесторы приезжают, хотят разрабатывать наш уголь. Будем надеяться на лучшее. Сейчас вот идет восстановление наших маниологических источников. Я уверена, что туристы поднянутся сюда и будут приезжать, как в советские времена. Бог даст, если будут у нас специалисты. Будут приезжать и восстанавливать свое здоровье. А вот бытует мнение, что черные риелторы, которые продают недвижимость в Абхазии, находящейся в России, очень часто предлагают недвижимость в Кувальчайском районе. Вообще это заметно? Может быть, кто-то здесь продает, скажем так, несуществующие квартиры, и люди приезжают и видят действительно ужасающие... Ну, возможно, это имеет место, но массового такого, наверное, нет, потому что я не владею такой информацией. Если таковое имеет место, я бы хотела посоветовать тем, кто это покупает, не делать этого. Ну, что в каждой квартире, вот в разбитой даже квартире, люди прописаны здесь. А, то есть, в принципе, все эти квартиры на балансе города? Да, конечно. То есть просто так... Где-то квартира выкуплены, где-то кто-то прописан. Вот на выборы сюда приезжает очень много людей голосовать. Именно вот в этот поселок, вот здесь вот у нас идет голосование. Так что потом объявится хозяин, и будут проблемы. Да, будут проблемы. Так что... А сегодня отток населения? Вот в последние пять лет отток не наблюдается. Вот как у нас по последней переписи населения, чуть больше пяти тысяч человек в городе проживают. Фактически не менялось количество в сторону уменьшения. Мы даже, хочу сказать, что мы прописываем даже сюда людей, приезжают жить. Многие прописанными остаются здесь, вот я выше говорила. Они приезжают сюда на выходные в свои дома. Так что, наверное, эти люди ждут, когда здесь будет какая-то работа, и вернутся в свой родной город. Ну, а какие-то инициативы от самих жителей поступают там? Часто вообще обращаются с пложенными? С какими, если... Ну, просьбы, конечно, бытового характера. Особенно те люди, которые проживают вот в этих поселках. Их около, наверное, двухсот человек здесь осталось. Осталось. А вот в Замтуке столько детей живают? Ну, здесь, наверное, вот человек 40-50. В основном они тоже имеют квартиру в городе. Здесь много детишек, которые приезжают в наши городские школы, посещают детский сад. Есть специальный школьный автобус, который их привозит и увозит. Каждый день курсирует школьный автобус и рейсовый автобус. Опять-таки мы взяли на себя содержание этого автобуса, чтобы людям было удобно добираться до города. Жители этих поселков, они в основном работают в фирме Ткуарчалуголь. Аида Сергеевна, ну, можно сказать, что, я, конечно, сейчас скажу фразу, которая, может быть, кого-то рассмешит, что жизнь в районе все-таки как-никак налаживается или же пока все стоит на месте или может быть стало хуже? Ну, маленькими шагами идем вперед. Это, на мой взгляд, несмотря на то, что самой главной проблемой города, в целом районе остается проблема отсутствия рабочих мест. я вчера буквально делала анализ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день число рабочих мест у нас выросло на 27 рабочих мест. Это строительная фирма. Строительная фирма. Вот. И что бы я хотела сказать. Несмотря на все трудности, город восстанавливается. Это видно невооруженным глазом. Мы будем идти вперед и только вперед и сворачиваем. Будем возрождать наш город, ибо не будет кварчала, это единый организм, это уже не Абхазия. Пожелаю вам удачи и благодарю, что вы согласились с нами прогуляться по району сегодня. Спасибо вам большое, удачи. Удачи вам, жителям района. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok